В первый день весны городообразующие предприятия Экибастуза посетил первый заместитель председателя правления Акционерного общества Фонд национального благосостояния Самрук Казына Алик Айтарбаев. По этому случаю в город также прибыл Акимобласти Булат Бакауов. Первой остановкой стала Экибастузская ГРЭС-2. В ходе встречи руководитель предприятия рассказал гостям о реализуемых на данный момент проектах. Докладчик обратил особое внимание на запущенный в 2010 году инвестиционный проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 с установкой третьего энергоблока. Следует отметить, что этот проект является совместным с Россией. Также Николай Тушинский подчеркнул, что предприятиям заключено соглашение в целях финансирования проекта с Евразийским банком развития и Российским внешэкономбанком. Реализация проекта увеличит установленную мощность станции на 636 мегаватт и позволит дополнительно вырабатывать 4,8 млрд кВт в час в год. Выработка регулярной энергии у нас тоже идет в соответствии с планом. Провалов нет. Провалов у нас в 15-м, как вы видите, по диаграмме, по этой потопительной, и в 14-м. Сейчас выравнивается, все нагрузка растет, потребители появляются, все идет ровно. По нагрузке мы видели, что 700 осет, это вполне достаточно, достаточно, достаточно. Так, ну и инвестиционные инвестиции в основном капитал. Благодаря проводимым государственным политикой, как тариф к подмену инвестиций, начиная с 2009 года, возрасте вложения в станцию. И на основании этих вложений, как раз у нас прошло расширение третьего года проекта, и заберет с 2009 по 2018 год объем инвестиций, в принципе, в 91,7 млрд. Следующим пунктом стала Кибасусская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова. Группа сотрудников предприятия во главе с генеральным директором Рысканом Свамбаевым встретила гостей и поделилась краткой информацией о работе компании, а также рассказала о планах. В 2010 по 2013 год на всех энерго-блоках ввели новый электрохитракт, это Ложко-Трововский, Альстонский. Дальше. В 2016 году сумма инвестиций составляет 16,1 млрд. Иде было расширение и модернизация АРУ-500. Это были замены энергии, печати, автоматеры. И также была проброшенная линия, если 7-8-й блок у нас был спарен, 5-6-й, то их разделили капит. Следующее. В 2014 году планируется пуск первого энергоблока. На сегодняшний день оборудование, основное оборудование, всё куплено, идёт монтаж. Следующее. В 2021 году будем запустить третий год топливоподачи. Третий год топливоподачи нужен для чего? Для модернизации первого года и второго года. Алик Айдарбаев получил полную информацию о работе электростанций. Другими словами, цель визита была полностью осуществлена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...